Новые горизонты и машинопроизводство. В Самарской области стремительными темпами развивается отрасль судостроительства. Сегодня городское предприятие имеет заказы по постройке кораблей на ближайшие несколько лет. Контракты заключены с компаниями, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки на северных и южных морях страны, а также по рекам России. О перспективах отрасли расскажем в следующем сюжете. Заниматься судостроительством – уникальная привилегия городов на больших реках. Но долгое время в Самаре выполняли лишь ремонт кораблей, и их техническое обслуживание. Теперь же при поддержке правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова эта отрасль стремительно развивается. За последние годы счет построенных кораблей на территории города уже идет на десятки. Продолжим развивать эту сферу, в том числе фактически восстановив компетенции судостроения в регионе, которые десятки лет отсутствовали. Для обновления пассажирского флота планируем строительство серии судов вместимостью 240 человек на Самарском судостроительном, судоремонтном заводе. Флагманом региона в этой области является нефтефлот. Сейчас предприятие имеет заказы по изготовлению судов на ближайшие несколько лет. Корабли самарского производства ждут на севере и на юге страны, на Балтике и на всех крупных реках России. Производить будут морские паромы, сухогрузы и пассажирские катамараны. Мы развиваемся, мы надеемся, что ближайшие 10 лет мы поменяем полностью все оборудование и построим новые корпуса, освоим инвестиционную программу и покажем и нашему региону и городу, ну и вообще отрасли, те заказы, которые мы построим, новые пароходы, новые суда, новые проекты. Такие перспективы требуют уже сейчас готовить сотрудников, которые в будущем будут выполнять государственные заказы. Поэтому предприятие помогает тем детям, которые хотят связать свою жизнь с судоходством, уже в школе знакомиться с профессией. Налажен контакт с техническим университетом, чтобы выпускники, получив диплом, сразу могли трудоустроиться и применять полученные знания. Конечно, почетно вообще, значит, работать, быть речником. У нас тут много было рабочих династий, которые, значит, вот сейчас, конечно, старых работников осталось мало, но подросла молодежь, которая, в общем-то, нормально перехватила, как говорится, все инициативы, которые были, развили свое. О перспективах отрасли говорили на праздновании 65-летнего юбилея предприятия. Выдающихся работников и уважаемых ветеранов наградили памятными знаками. А для всех сотрудников и гостей праздника подготовили концерт с поздравлениями от творческих коллективов. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События.